Наше общество реально катится в пропасть. И если будет так продолжаться, то в конечном итоге, вы знаете, что дети, выращенные в таких странных условиях, они очень своеобразны. И кто будет управлять нашим обществом немного спустя какое-то время, люди, которые выросли исключительно на гаджетах, на каких-то агрессивных фильмах, у которых не питались толком молоком матери, в глаза не видели отца, или видели двух дяденек, которые один был папой, другой мамой с бородой, оба. То есть, что будет по плодам, мы узнаем. И плоды не будут очень сладкими, поверьте. Потому что человек с искореженной психикой, он будет в этом мире рассказывать о своей боли тем, что он будет причинять. Как норма этой психики? Норма этой психики – это, знаете, температура в обществе должна быть 36,6. Вот как температура тела, понятно, что сейчас температура порядка 39, то есть люди в истерии бегают, времени катастрофически не хватает, у них постоянно чувство дефицита внутри, огромное одиночество внутри, у них голодные глаза, либо наоборот апатичные. Если вы посмотрите на это общество, то вы увидите, что температура зашкаливает. Поэтому это общество не здоровое. Здоровое общество – это когда заботятся о стариках, это когда заботятся о женщинах и когда заботятся о детях. Все, вот эти три категории, да, но еще заботятся о братьях наших меньших. И то есть, если вот эти все категории не под заботой, это означает, что общество больное. И, к сожалению, экономические показатели сейчас ставятся во главе угла, в то время как показатели взаимоотношений должны быть поставлены во главу угла. Вот если у нас будет рассматриваться с этой точки зрения, то мы очень быстро продиагностируем общество и начнем бить тревогу. Собственно, мы уже и бьем тревогу, все бьют тревогу, потому что процент суицидов у детей вырос катастрофически во всех странах. То есть, такого количества самоубийств детских никогда не было за всю историю человечества. Собственно, мы уже и бьем тревогу. Собственно, мы уже и бьем тревогу.